Девчулечки и мои красотулечки, всем привет, мои красавицы! Девочки, сегодня мне хочется с вами поделиться такой, ну, хорошей новостью, так скажем, приятной для меня. И я думаю, может быть, это нужно и некоторым девочкам, потому что многие мне писали, говорят, Наташа, подскажи, пожалуйста, чем можно вывести папиллому? Ну, не знаю, девчонки, много рецептов, очень много и в интернете есть, но я хочу рассказать вот что, девочки. У меня по женской линии в нашей родне, так скажем, у всех женщин есть такая, так скажем, ну, меточка под грудью родинка висячая. И вот у моей сестры, у мамы, у моей тёти, вот у нас у всех, не знаю, родинка, пиломка, но в молодости у меня её не было, явно видно так. Может, чуть-чуть-чуть-чуть-то и было, но сейчас вот с возрастом она вот вытянулась и прям вот и стала мне доставлять такое, скажем, неудобство. Особенно, когда одеваешь бюстгальтеры, одеваешь, вот сами, знаете, и вот прям под грудью у меня вот здесь вот, вот в этом месте, и прям натерёт, и прям, ну, мне очень неудобно, неуютно. Из-за этого, если честно, я не люблю бюстгальтеры, не люблю носить, вот. И что хочу сказать. И здесь я что-то ещё стала, она уж у меня прям, может, я и натерла её, что-то она у меня увеличиваться стала. Я, конечно, очень напугалась, честно могу сказать. И я к своему здоровью, в принципе, отношусь так внимательно, вот. И я записалась к хирургу про себя, думаю, схожу, ну, удалю её, ну, мешает она мне. И вот мы с Олей разговаривали, с моей сестрой, вы уже знаете, у меня сестра есть старшая, Ольга её зовут. Вот, и что, она мне и говорит, а я свою вывела, знаешь, говорит, прям элементарно. Я говорю, а как? Она говорит, ну, бабушка нам рассказывал, ты что, не помнишь? Я говорю, как? Она, говорит, свою вывела голодными слюнями, девочки, представляете? Голодными слюнями, вот. Я, конечно, чисто могу сказать, я посмеялась прям, я говорю, да хватит, что ли, ещё я говорю, ерунду. Ну, а Оля мне и говорит, говорит, ты зря. Ну, кстати, вот да, я помню, я прекрасно в детстве тоже у меня, помню, ячмень вскочил, ну, у меня на глазу. И бабушка мне говорила, говорит, Наташенька, слюной голодный маш, слюной голодный маш. И я действительно мазала, и у меня проходила. Вот, кстати, тоже, девчонки, на заметку. Что хочу сказать, девочки, не смейтесь. Даже недавно я смотрела программу Малышева «Здорово жить», и там они тоже рассказывали про слюну. Вообще, в слюне у нас, оказывается, есть такое вещество? Лизоцин. В общем, нам он очень нужен, лизоцин, чтобы убивались наши микроорганизмы внутри. И полости рта в основном. Вот. И Оля говорит, да попробуй, что ты, господи. Я, говорит, я так удалила. Честно могу тебе сказать. Ну, я говорю, ну, а что я теряю-то, господи. Я начала девчонке мазать. Вот лёжа ещё в постели, только глаза открываю. На мочу, раз смажу, раз смажу, раз смажу. И через две недели, могу сказать честно, я, честно могу сказать, я не верила, поэтому я даже не сфотографировала. Вот честно. Вот надо было до и после вам сфотографироваться. А вот. Я не верила в этот исход, но я делала. Через две недели, что я замечала. Через две недели, я смотрю, моя родинка стала усыхать. Вот серьёзно. Она что-то стала у меня меньше, меньше, меньше. И потом где-то ещё через недели-две, когда я решила сделать, ну, утром проснулась, опять намочила, просто я думаю, свою лечебную процедуру, так сказать. Смотрю, девчонки, а родинки-то нету. Вот вы представляете? Вот хотите, верьте, хотите, нет. Но это произошло со мной. Вот я бы, честно могу сказать, я бы не поверила. Вот, ну, я Оле не поверила, вот честно. Но я знаю, что Ольга у меня такая неврушка, неболтушка. Вот. И я попробовала. Вот попробовала, девчонки, у меня получилось. Попробуйте вы. Попробуйте, ничего не потеряете. Ну, из-за того, что вот может быть действительно у нас в слюне в голодный лизоцин, и вот он может и лечит, вы понимаете. И кичмени, и наши попеломки, и родинки. Ну, вот и всё. Ну, мы так, я Оле звоню, рассказываю, с Олей так смеялись, вы не представляете. Я говорю, Оля, вот это женщины какие опасные, когда голодные. У нас слюна как можно продавать в аптеку, как ядгюрзы. Поэтому я написала статью об этом на Яндекс.Дзене и написала. Мужчины, кормите своих женщин и не заставляйте их худеть. А то, не дай бог, вот так вот разозлимся, ещё голодные укусим и не знаю, какие будут последствия. Вот, девочки. Так что, вот, мои хорошие, что я вам хотела рассказать, ну, поделиться такой новостью. Ну, для меня приятно, и правда, девчонки, честно могу сказать, у меня новость приятная. Всё, мне теперь здесь ничего не мешает, красота. Ну, вот, мои красавицы, всё, что я вам хотела сегодня рассказать. Кто новенький, девчонки, подписывайтесь, нас уже 110 тысяч, давайте к нам. У нас ещё будет много-много всего интересного. Что новенького знаем, девчонки, обязательно расскажу и с вами поделюсь, мои красавицы. Ну, до новых видео. А с вами была я, Рубцова Наталья. Пока-пока, мои красавицы. Люблю вас всех, мои хорошие. Пока.